Итак, вот что он говорил. Запад, который некогда декларировал такие принципы, как свобода слова, плюрализм, уважение иного мнения, сегодня вырождается в свою полную противоположность. Тоталитаризм, включая цензуру, закрытие СМИ, произвол в отношении журналистов, общественных деятелей. Это конец цитаты. В общем, Михаил, я что хочу сказать. Путин, ну, там долго еще он говорил, но, в общем, гниет загнивающий Запад, гниет да гнивает. И мы сейчас, кстати, с Михаилом обращаемся ко всем нашим друзьям, которые смотрят нас на Западе. И вообще напишите нам в чат, пожалуйста, что там у вас происходит? Что там у вас за гниение страшное? Напишите, как есть. И, Михаил, конечно, я вот сейчас у вас хочу спросить. Понятное дело, мы с вами обсуждали неоднократно. У нас с вами лично есть вопросы к Цукербергу в отношении политики цензуры ФБФ, Фейсбука. Понятно, что у демократии есть проблемы. Но также понятно, что есть механизмы преодоления этих самых проблем. Пусть они там лучше или хуже работают, но все-таки они есть, и они работают. То есть есть вот эти запубежники, как это на русском, предохранители, которые не позволяют превратить, скажем, там Южную Корею в Северную. И вот все-таки можете сказать, почему сейчас Путин вот фактически обличает себя-то? Ну кому же это непонятно? Он говорит о тех проблемах, которые очевидны каждому в его стране. Слушайте, ну что же он так палится? Очень хочется, правда, пошутить про фильм «Криминальное чтиво», потому что вы такую фразу сказали, как вы прям продолжили одного персонажа, который сказал «Господь может превратить Кока-Колу в Пепси-Колу». И продолжаю ваши слова. Но не может превратить Северную Корею в Южную Корею. Вы знаете, я когда читал эти его слова Путина, конечно, нет, там понятно, ну я даже опять его идею пересказывать не буду, потому что она сама, как понятно, что он имел в виду, но тут я вынужден был вспомнить, я, конечно, психолог так себе, но занимался на каких-то курсах несколько раз, и там меня научили одному правилу, которое железно, вы знаете, работает. Я вам сейчас даже расскажу, как это проверяли. Что бы человек ни говорил, он говорит о себе. Если его внимательно послушать, что бы человек ни говорил, еще раз говорю, любой человек, вот все, что вы говорите, вы говорите о себе. Когда я однажды это сказал, такой весь воодушевленный этими курсами, мы сидели с моим товарищем в кафе. Он говорит, да ну что за ерунда, что ты за бред несешь? Я говорю, ну слушай, ну выбери любой, а там еще наши друзья вообще сидели, которые просто были сторонними наблюдателями. Я говорю, ну выбери сейчас любой предмет. Он говорит, ну вот чайник, например, на столе стоит чайник. Он говорит, ну вот чайник. Я говорю, ну теперь давай, расскажи мне про этот чайник, вот просто расскажи мне про этот чайник, вот все, что ты знаешь про этот чайник, все и расскажи. Он так задумался, посмотрел, говорит, ну что ж, у него большой нос, и тут весь стол засмеялся, потому что у него товарища нос реально вот такой, и первое, что он увидел у чайника, это большой нос. То есть человек всегда, правда, всегда говорит о себе. И, конечно, Путин и все его, кстати, персонажи, если вы посмотрите, все вот эти безумцы, все эти Медведевы, у которых тикают часики, все они говорят о себе. И в данном случае это тоже так. При этом, конечно, у этого есть и серьезная совершенно составляющая, что он пытается собрать, знаете, кого? Вот в России есть вот эти зазомбированные телевизором люди, которых много, мы знаем, это десятки процентов людей, у которых сложилась искаженная полностью картина мира. Но и в мире есть люди, живущие в абсолютно искаженной картине мира. Вот сколько раз я слышал это не от России. Сколько раз я слышал про то, что миром правит заговор фармакологических компаний. И вот что-нибудь происходит в мире, а мне начинают объяснять, да это потому, что Ротшильды еще тысячу лет назад купили там и так далее. Вот всем хочется этой страшной теории заговора. Не всем, конечно, вру. Но есть огромное количество людей, которые погружены в эту теорию заговора. Вот просто я их встречаю постоянно. Абсолютно из разных стран. Кого не возьми. Обыватели разных стран объединяйтесь, называется. Вот это путинский лозунг, кстати, да. Обыватели всех стран соединяйтесь. Вот это дичь просто, ребята. Извините, если вы живете в таком же тоже представлении, потому что у нас в комментах тоже такое встречается подчас. Ну, к счастью, очень мало, потому что я вижу, что у нас слушают в основном подкованные грамотные люди. Это все полная чушь. Не существует всемирного заговора. Даже договориться невозможно. Но вы попробуйте со своими друзьями договориться, во сколько вы пойдете в футбол играть. А тут, понимаете, какие-то мировые лидеры и Ротшильды должны договориться, как им Россию сожрать. Но Путин играет вот на этом сантименте, на думах о том, что есть какой-то мировой заговор. И что ведь он говорит-то вот в этой своей речи? Вот к чему он все вот это про Запад? Он говорит, раньше была модель однополярного мира, где всем управляла США. Но сейчас все вот эти страны, которые на самом деле подчинены США, сейчас они как раз встают с колен и так далее. Как раз встают с колен. Прямо США подчинила. Ужас-ужас. Какое кошмарное США. Вот, Анна, когда вы, кстати, говорите Запад, а вот у них на Западе, да? А мы же с вами на Западе, вы знаете? Мы же теперь Запад. Нет, Запад это мы. Мы же кандидаты в Евросоюз. Конечно, конечно, конечно. Так и мы так не... Слушайте, ну просто все гниют, у каждого свои там, да, значит, слабые места. Если мы говорим о загнивающем Западе, где-то более загнивающем, где-то менее загнивающем. Вот мы, наверное, менее загнивающие, чем в Германии, потому что нам с вами кто-то пишет здесь, что гнием. Кто-то... Ну-ка, давай, покажите мне, пожалуйста. А, да, Тамара Янцин. Пишу из Германии. Ой, гнием, мы тут прям догниваем. Дай Бог всем так гнить. Слава Украине, Тамара. Слава Богу, героям слава. Да, героям слава. Это совершенно точно. Поэтому у всех свои просто стадии и степени. Но на самом деле здесь тоже много... Вот кто-то, кто же написал здесь, что... Я выводила этот комментарий, да, что тост, любой тост, который вы говорите на имениннику, вы говорите себе самому. Да, ну совершенно тут как бы в резонансе с тем, что говорите вы, и это же точно, это же точно, что... Точно так же вот красота в глазах видящего и некрасота в глазах видящего. Всё же в наших глазах, это совершенно точно. Мы описываем всегда мир святой видит везде ангелов, грешник везде видит демонов, да. Вот, какие мы, такой мир. Совершенно точно, иначе не бывает. Принцип зеркала универсальный, и как ты его не отменишь, вот что бы ты ни делал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова